Всем привет! Меня зовут Аня Бусил. Продолжаем говорить про то, как сделать нашу жизнь лучше. И в этом ролике я бы хотела поговорить про здоровье, а именно про 5 полезных привычек для того, чтобы поддерживать наше здоровье. Почему тему поднимаю? Потому что сейчас большие перебады температур, люди постоянно болеют, какой-то вирус жуткий по Москве ходит, прям все с температурами, кашлями лежат. И в общем-то поэтому нам нужно сделать все, чтобы не присоединиться к числу болеющих. И в общем-то, чтобы впоследствии наше здоровье было в хорошем тонусе, в хорошем состоянии. Поэтому давайте поговорим про 5 полезных привычек для здоровья. Поехали! Первое, что важное, я бы хотела затронуть психологическое состояние, а именно начинать свой день с чего-то хорошего, с позитивного настроя. И вообще я рекомендую каждому определиться, что конкретно для вас будет являться средством для того, чтобы выработать вот этот вот самый позитив в начале дня. Вообще самое простое, самое проверенное, и вот я прям рекомендую с этого и начинать, это сделать какую-то зарядку, утром потянуться, улыбнуться, да, как говорится, и пошла украшать мир. Просто элементарные упражнения из школьной физкультуры. Подняли руки вверх, опустили вниз, потянули, в общем, присели два раза, и уже кровь начала циркулировать по нашему организму. Градус настроения действительно повышается, как-то вот оно позитивнее, что ли, становится. Например, у меня по традиции это прохладный душ утром, или если я не хочу прохладный, то пусть он теплый будет, но потом я, может быть, сделаю чуть-чуть водичку попрохладнее. В общем, суть в том, чтобы вы немножечко обновились, вы, значит, пришли в тонус, вы посвятили время себе, и дальше идем завтракать обязательно. Поэтому попробуйте действительно помочь себе и найти инструменты, которые сделают ваше утро более позитивным. Нужно себе помочь, вот по-другому никак, просто так оно не свалится. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, смотрите, что подходит конкретно вам. А что еще является хорошая полезная привычка для здоровья? Это пешие прогулки. Я вот, когда переехала в Москву, то стала очень-очень много ходить, и это действительно поднимает мне настроение. Это действительно то, что помогает мне соблюдать физическую активность, потому что все-таки не всегда есть время на спорт. И даже если, например, вы ходите на спорт 2-3 раза в неделю, то в остальные дни это тоже нужно двигаться. А так как в большинстве своем работа у нас сидячая, поэтому кровь надо разгонять, и утренней зарядки, вот этой вот трехминуточки, конечно же, не хватит. Поэтому пешие прогулки, придумывайте себе интересные маршруты, какие-то новые места открывайте в вашем городе. Можете выезжать за город и ходить по лесу, что еще круче, да, потому что свежий воздух. Обязательно поддерживайте мышцы в тонусе, ходите, гуляйте. Это то, что не наскучит. Это не хождение по дорожке, когда, ну, действительно, может вообще неинтересно быть, и это все такое принудиловка, что ли. Ну, например, для меня. То есть у меня нет особо любви к тренажерному залу, я это делаю, потому что на данный момент мне это надо делать. Возможно, я это полюблю, дай бог, что называется. Короче говоря, возвращаясь к пешим прогулкам, да, попробуйте добавить активность. Попробуйте постоянно гулять. Я говорю вам вообще очевидные вещи, я думаю, вы понимаете про что. Но это то, о чем все забывают. И я в том числе забываю, поэтому лучше еще раз себе об этом напоминать. Следующий момент, который также влияет на наше здоровье, это правильное питание. И так как вот люди моего возраста и старше, у нас есть это вот советское прошлое, какие-то дефициты. Поэтому в основном, вот с кем я не общаюсь, у очень многих людей проблемы с питанием, проблемы с тем, чтобы понимать вообще, что нужно организму, что не нужно. Разобраться для себя, едим мы это или потому, что мы хотим, или потому, что у нас когда-то этого не хватало. В общем, правильное питание это то, что однозначно улучшит качество вашего здоровья, кожи, эмоционального состояния. В общем, все эти сферы однозначно подтянутся, если вы будете чувствовать себя легко и хорошо, и позитивно, и комфортно. Следующая важная привычка, это хороший сон. Опять же, очевидная вещь, да, казалось бы. Но все они высыпаются, все постоянно ходят сонные, и я в том числе. И сейчас вот действительно последнее время, когда у меня очень большая нагрузка, я прям в большинстве случаев, скажу честно, отдаю приоритет в пользу сна. И даже если я не сплю, то я просто хотя бы буду лежать в спокойном состоянии, читать что-то, смотреть фильм или еще что-то. Но самое главное, чтобы находиться в таком очень спокойном лежачем положении. Сон вообще, конечно, по идее, должен длиться 7-8 часов. Мне, например, 8 часов вот вообще идеально. Но за 7 я тоже высыпаюсь, как бы, возможно, и такое. Если я, например, чувствую посреди дня, что все, капут, я сейчас просто рухну и засну, то я делаю 20-30 минутный сон. Могу в офисе поспать. В общем, мне, в принципе, не важно, где спать. Я могу в такси ехать и заснуть, знаете. И это реально меня взбодрит, и мне станет лучше. Я сейчас действительно чувствую, что сон это ресурс для всего того, что я делаю. Хотя раньше мне казалось, что, блин, нафига спать так много, я буду спать мало. В итоге все летело к чертям, ничего не выполнялось, потому что тупо не было энергии. И еще очень важный момент, это, конечно, если говорить про питание, то также есть за 3-4 часа до того момента, когда ты ляжешь спать. Потому что состояние совершенно иное, и ты скорее засыпаешь. Вот я скорее стараюсь не есть на дочь, потому что я скорее засыпаю, потому что у меня все равно есть некоторые вопросы со сном, я не всегда могу быстро заснуть. Вот, но, в общем, тоже вариант, да, тоже способ. Пятая полезная привычка для здоровья, это заботиться о своем иммунитете, все то, что я перечислила выше. И также это стараться есть натуральные фрукты, овощи, обеспечив себя качественным питанием. В натуральном виде есть все возможные полезные компоненты, это рыба, это фрукты, овощи. Действительно составили для себя список продуктов, которые вы будете выдерживать каждую неделю, потому что я, например, сейчас считаю количество белков, жиров, углеводов, которые я съедаю. Поэтому обязательно нужно поддерживать организм, да, если вы там хотите пить витамины, пейте витамины. В общем, тоже, во что вы верите, то и делайте. Знаете, рецепта универсального нет. Самое главное, что-то делать, что-то положительное, хотя бы по чуть-чуть каждый день. В общем, вот такие были 5 полезных привычек для того, чтобы поддерживать свое здоровье на хорошем уровне. Я думаю, что Америку я вам не открыла, повторюсь. Но это то, о чем нужно постоянно себе напоминать, потому что мы об этом забываем. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если вам есть что добавить, может быть, у вас есть какая-то своя полезная привычка для здоровья, оставляйте это в комментариях. Мы с вами очень скоро увидимся. Пока!